Блокируя экспорт украинского зерна, Кремль пугает весь мир голодом. В этом, к сожалению, россияне профессионалы. Почти сто лет назад Москва устроила искусственный голод в Украине. Настоящий геноцид украинской нации. Ведь по разным оценкам тогда погибли от 7 до 10 миллионов украинцев. Конечно же, в России до сих пор не признают своей вины и пытаются объяснить те страшные события неурожаем. Но на самом деле это преступление было спланировано в Кремле. И вот вам исторические факты от Артема Кули. Ужасы голодомора. У девочки, видите, колени уже опухли. Это от голода. Что на самом деле стало причиной одной из самых больших трагедий в истории человечества? Ходили вокруг дома по огороду за штыками. О каких кошмарах вспоминают очевидцы. Умер сынок, и они его варили и ели. Что скрывали в ранее засекреченных документах и письмах? Пекли лепешки из желуделовой коры. И как советские власти пытались замести следы геноцида украинцев? 1931 год. В Советском Союзе в разгаре индустриализация и коллективизация. Но денег не хватает. Московские власти решают продавать больше зерна за границу. И главной житнице Союза, Украине, направляют немыслимые планы хлебозаготовок. Но обрекая украинцев на невыполнимые условия, в Кремле преследуют не только экономические цели. Колхоз или соловки. Запущенный в 28-м году курс на коллективизацию вызывает бурные протесты в украинских селах. Хозяйственные, трудолюбивые украинцы отроду вели индивидуальное хозяйство. И теперь у них отбирают все заработанное. Клеят ярлыки кулаков. А на колхозные трудодни оплата такая мизерная, что не прокормит детей. Конечно, селяне не могли с этим смириться и организовывали бунты. И очень много было дел, когда их арестовывали. Украинских селян пытаются оторвать от привычных корней. А непосильные планы сдачи зерна провоцируют голодные бунты. Люди штурмом берут железнодорожные склады и разбирают вагоны с зерном. Сталин видит угрозу в непокорности украинцев. Чтобы усмирить их, планку хлебозаготовок поднимают еще выше. Колхозы, которые не смогли выполнить нереальный план, попадали на так называемые черные доски. И помеченные деревни окружали спецотряды. Выехать из них и спастись от голодной смерти у людей не было шансов. Украина фактически была окружена войсками. Запрещалось выезжать из двух соображений. Прежде всего, чтобы оставить людей на территории, пораженной голодом, где они должны были умереть. Во-вторых, советская власть боялась распространения информации о голоде. Голод становится способом зачистки строптивого населения Украины. В этом же 1932 году принимают закон об охране имущества госпредприятий и колхозов. В народе его назовут гораздо проще – закон о пяти колосках. За подобранное на колхозном поле зерно могли расстрелять или посадить на 10 лет. Без права на амнистию. И так только за год осудили 150 тысяч украинцев. Эту записку написал арестованный Алексей Сорокин. Его отправили в Сибирь, где он, вероятно, и умер. В 1933 году весной голод припек так всех киевлян, что они употребляли в пищу все, что попадется. А вместо хлеба пекли лепешки из желудевой коры, из шкарлупы, из картофеля и всякой примеси. Документы времен голодомора долгое время были под грифом «секретно». Их предали огласке не так давно. Среди них поражают конверты с кусочками хлеба. Ему принесли жители Киевской области. Он у них купил кусочек хлеба и сохранил. За тем, чтобы у людей не было даже корочки хлеба, следили так называемые буксирные бригады. Люди их называли «красными метлами». За то, что они зачищали амбары, отнимали зерно, забирали овощи и пассивные семена. Все найденное передавали в собственность колхоза. Если кто и выполнил хлебозаготовку, то все равно идут бригады и ищут зерно. С щупом и в соломе, и в полове, и где только они не ищут. И забирают даже по 5-10 фунтов. Курей, груши, масло, сыр. И тогда варят в штабу и едят. Из хат выгоняют, а все барахло из сундуков продаются аукциону. А хозяев выгоняют чуть не голых. На этом фото одна из тысячи таких бригад. В руках у них те самые металлические штыки, щупы, которыми и искали спрятанные продукты. Последние забирали и ходили вокруг дома по огороду за штыками. Все искали, кто что закопал. А люди людей ели. Это все тот же 1932 год. Село Пескошино в Запорожской области охватывает голод. Опухших людей хоронят массово. Иногда даже крестов не ставят. Умирали целыми семьями. В этой же деревне фиксируют и небывалые ужасы. Случаи людоедства. О чем свидетели боятся рассказывать до сих пор. Умер мальчик, сынок. И они его варили и ели. Правнучка живая голодовку пережила. И одна женщина тогда разозлилась на нее. Да и сказала, ты людоедка. Вот что пишет в письме известному историку Дмитрию Яворницкому местный священник. Умоляя помочь с едой. Дорогой профессор, спасите. Протяните мне руку помощи. Голод заставляет идти человека на все. На трупы уже никто не обращает внимания. Их свозят как падаль. От села осталась едва ли не четвертая часть полуживых людей. А это уже Запорожье. Место, которое сегодня известно как дом малютки, стало настоящей фабрикой детской смерти. Всего за один год голодомора погибли почти 800 детей. Сюда свозили малышей, которых подбирали на улицах и близлежащих селах. Люди надеялись, что детей накормят и спасут. А на самом деле их просто морили голодом. Словно издеваясь, сотрудники давали подопечным странные имена. И так они регистрировали умерших. Из восьми тогдашних украинских областей Харьковская пострадала от голодомора больше всего. По данным историков, здесь погибли более миллиона людей. В целом же в украинских селах каждые три секунды кто-то умирал от голода. За сутки 28 тысяч людей. Не было сил в тот период довезти даже, вырыть яму на сельском кладбище. В голодные времена вместо крестов могилы помечали деревьями. Где-то на этом кладбище, которое сейчас больше похоже на покинутый сад, похоронены и родители 90-летнего Федора Литовченко. Тогда запрещалось даже ходить к могилам. Простите мне, мои родные, папа и мама, что проведал я, но не нашел. Сколько под этими деревьями навеки остались погибших от голода, уже не понять. За некоторые полностью уничтоженные семьи и рассказать некому. Осиротевший тогда маленький ребенок Федор Литовченко выживет. Он будет ходить по селу в поисках еды и петь песни, которые слышал когда-то от мамы и бабушки. Когда убивают голодом, делиться хлебом – это подвиг. Даже в то ужасное время делились последним со своими соседями. Это невероятно поражало, что человечность не была утрачена. Имена тех, кто делился с сиротой последним, он будет вспоминать в молитвах всю жизнь. А уже во времена независимой Украины Федор Ильич придет к сельскому совету. И чтобы сохранить память о каждом своем спасителе, запишет их имена на обычном листке бумаги. Афанасий, Слезка, Самусь. Возле каждой хаты я сказал, что тут жил вот этот, а тут вот этот в 1933 году. Как я по селу тогда ходил, так это у меня в памяти и осталось. Из сел люди убегали от смерти в областной центр. Выжить там было легче. Но архивы, которые старательно скрывала советская власть, свидетельствуют, что голод пришел и в города. Резко увеличилось количество обнаруживаемых и подбираемых на улицах города Харькова трупов, умерших на почве голода селян. Если за февраль было подобрано таких трупов 431, за март – 689, за апрель – 477, то за первую декаду мая – 182 трупа, за вторую – 300, за третью – 510. Итого – 992 трупа. И первые три дня июня дают 196 трупов. Самым смертоносным стал июнь 1933 года. Именно в это время сталинский режим отправляет на экспорт 52 миллиона тонн зерна. Это в 20 раз больше, чем за 4 года до этого. Апогеем было решение по инициативе редакции газеты «Комсомолец Украины» об отправке железнодорожного эшелона из 32 вагонов общим весом 600 тонн. Сталин и советский режим пускали пыль в глаза западным странам, создавая иллюзию успешного развития страны. Но в середине преследовали иную цель – лишить национального сознания, подавить свободолюбивых украинцев. Голод использовался как инструмент. Доказательства тому есть и в открытых теперь уже архивах КГБ. Репрессивные органы работали для того, чтобы подавить выступления украинцев во время голодомора. Большинство погибших либо не фиксировались, либо другая причина смерти указывалась. А позже многие из этих медицинских карт были уничтожены. Искусственный массовый голод в те годы охватил Поволжье, Кубань, Беларусь, Южный Урал, Казахстан. Но по количеству погибших именно Украина далеко опережает все остальные регионы. Они готовы были сознательно убить часть населения. Но масштабы голода и масштабы потерь были больше, чем рассчитывал Сталин. Почти 4 миллиона украинцев. Большинство из них умерли в течение полугода. И это только официальная статистика. Сколько именно жизней унес голод, точно не знает никто. Сталинский режим это тщательно скрывал. Опустевшие дома, а их было сотни в каждом районе, заселяли россиян и белорусов. Коммунистическая верхушка еще десятилетиями запрещала даже вспоминать о тех страшных событиях. В 1937 году перепись украинцев показала на 10 миллионов жителей меньше. За показательные цифры исполнители переписи расстреляли. Сегодня Голодомор признан геноцидом украинского народа почти в двух десятках стран мира. Вопреки утверждениям советской пропаганды, его причиной стали отнюдь не засуха или не урожай, а целенаправленная политика сталинского режима. И Россия, как наследница СССР, не только не покаялась, а делает все, чтобы стереть из памяти украинцев те ужасные большевистские преступления. Кроме того, что она об этом заявляет, нужно нести ответственность и политическую, и очевидно, что и экономическую, и это не в ее интересах. Спустя 90 лет после Голодомора Кремль начал уже другой геноцид украинцев. Не менее жестокий и бессмысленный, развязав Украине полномасштабную войну. Но в условиях, когда за каждым шагом России теперь следят по всему миру, скрыть преступления оккупантов точно не получится. Артем Куля, Татьяна Датяк, Ирина Староженко. Исторические факты. ICTV.